Уже полгода продолжаются протесты в Гонконге. Вообще, чем они были вызваны? Ну и самое главное, какие перспективы всё-таки урегулирования этого конфликта? Ну, давай просто для тех, кто не очень, может быть, знает... В теме, да. Да, геополитику, географию и то, как устроены разные государства. Гонконг — это часть Китая, это автономия. Это автономия, которая раньше была британской колонией, потом была передана, значит, передана Китаю в 87-й год, если не ошибаюсь. Значит, и передана была только на основании того, что 50 лет она будет существовать по принципу «одна страна, две системы». То есть одна система, это, значит, остаётся вот та, та созданная, значит, тот финансовый гигантский центр, который был в то время Гонконгом. Он остаётся какой-то капиталистической системой с её там свободой мнений, с таким жёстким распорядком, как это есть у Китая, без идеологии, без коммунистической партии. Но в 47-м году Гонконг становится полностью, он и сейчас полностью ввел из дикции, просто он действует по законам, у них своя есть даже конституция гонконгская, в которой есть свои нюансы, детали и так далее. Но в 47-м году он уйдёт уже под полностью китайские законы. Что вообще это такое Гонконг? Часто люди спрашивают, что это отдельная нация. Они говорят в другом языке. И что я тебя, значит, вот очень... Мне даже спрашивают иногда часто, это китайцы или не китайцы? Это китайцы, более чем китайцы. Просто их язык, это кантонский язык, более даже древний, чем мандаринский. Но так уж сложилось, что они абсолютно разные языки. То есть если они друг друга не понимают, то есть они понимают, то его учат, естественно. Но на бытовом уровне это совершенно разные, абсолютно разные языки. Кантонский более древний, но на нём всего лишь говорит сейчас, что 7 миллионов человек в том же Гонконге, да? А мандаринский язык говорит сейчас полтора миллиарда человек в мире, даже больше, учитывая все китайские диаспоры. Мандаринский язык стал главенствующим. На самом деле Гонконг, если взять его сейчас, основной Гонконг, который был британской колонией всё время, то население очень успешно вылупили и выбили японцев в 1941 году. Потому что сейчас это называется очень красиво, битва за Гонконг. На самом деле никакой битвы не было. Потому что приехали япушки, просто ворвались в этот Гонконг, полностью вылезали. Через 3 дня британцы подписали капитуляцию, забрали все свои деньги, сбежали к себе и бросили Гонконг на сиденье японцам. И там устроили большой концентрационный лагерь. То есть это очень такие милые белые господа. И их конкретно реально вылезали там. Японцы порезали их очень сильно. И то население, которое существует сейчас, это на самом деле либо дети гастарбайтеров, либо сами гастарбайтеры, переехавшие в соседние китайских городов. То есть все Гонконг считаются такой великой аристократией, это не может представить. Мы не плюёмся, мы не сморкаемся, мы себе лично идём на улицы с прекрасной манерой, мы все говорим на бриколепном английском языке, с британским произношением. А вот это всё, значит, мы особая нация, а Китай никакого отношения не имеем. Вовсе не так. Это абсолютно... Срочно тайванцев называть тайванцами. Всё-таки они китайцы. Просто они живут в государстве Тайвань. Поэтому тут, как ни крути, нельзя выдумать нацию. То есть нация, вот это её, что называется, придуманная. Придуманная нация белыми колонизаторами. Хорошо, но а проблемы-то Гонконга тоже придуманы, или они реальные? То есть вот смотри, мы полгода следим за тем... Слышим, мы весь полностью сумасшедший дом. Гонконг, Гонконг. Вот, пожалуйста, полмиллиона человек. Полмиллиона демонстрации. Вот выходит молодёжь. Вот она жжёт, вот она требует, вот она чего-то добивается. Вопрос, ну, любой протест за полгода уже, наверное, был бы решён или в одну, или в другую сторону. Кто-то, знаешь, даже кто-то в этой битве должен победить. Здесь всё тянется и тянется, и непонятно из-за чего, в конце концов. Из-за чего? Из-за очень неприятной истории, которая случилась в 2016 году, и никто из них протестующих не знает. Когда начинаешь спрашивать, все делают круглые глаза. Насколько это возможно для китайцев? Я ничего не хотела сказать. В 2016 году славная такая парочка из Гонконга поехала отдыхать на День Святого Валентинга в Тайвань. Девочка была уже беременная на каком-то месяце, у них была большая любовь, и они поехали сейчас подмечать праздник в Тайвань. Надо было уезжать, купили большой розовый чемоданчик. Чемоданчик, огромный был чемоданчик, чтобы все свои шмотки упаковать туда. Мы шли в гостиницу и стали поссориться, из-за чего, как опаковать вещи. Значит, пока они ссорились, слово за слово, девочка сказала, что не только вещи паковать не умеет, и тело тоже делать не умеет. Ребята, Баблилина, она совершенно другого. Показала ему видео, как она занимается любовью с другим. Короче, он ей свернул шею. О, Господи. Потом очень сильно устал, проснулся утром, и понял, что надо что-то делать с телом. Он упаковал его в этот самый розовый чемоданчик, отвез его в городской парк, взял кредитную карточку своей девочке и пошел покупать, бывшей девочке уже, и пошел покупать на нее все, что можно купить на ее карточку, и потом тиканул обратно в Гонконг. Тайвань, который при том, значит, как ты понимаешь, Китай, это два кустарства врага, да? При этом у них есть закон об экстрадиции преступников. У них существует. И Тайвань совершенно закономерно. Быстро нашли этот чемоданчик с телом и затребовали, чтобы им выдали преступника. А Гонконг – автономия Китая. Они, естественно, спрашивают Китай, выданьте ли нам этого гада? Причем гонконгцы его взяли, гонконгская полиция взяла. Он тут же признался, что он убил эту девочку. Но по закону Гонконга нельзя выдавать, нет закона о выдаче, нет закона об экстрадиции между Гонконгом, автономией Китая, и самим Китаем. Из этого начался, и Китай использовала, естественно, ситуацию, потому что сколько можно. На самом деле, вся ситуация какова? В Китае любой миллионер, который где-то наворовался, или даже миллиардер, первым делом, если он, значит, как у нас было, добежать до канадской границы. Да, да, да. Он был добежать до гонконгской границы. Может, если ты прибежал в Гонконг, ты уже у нас несчастный политический беженец. От того, что ты украл в Китае, там, не знаю, а там, в Китае, у тебя дела очень строгие. За 400 тысяч долларов тебя стоят к стенке. В России вы очень сильно посмеялись. Да, а вот там сразу расстрел. Расхищение народной собственности. Вот вся эта шушера, которая ворует деньги, она тут же бежит из Гонконга и становится политическим, значит, беженцем. Все те, кто торгует наркотиками, всяким, чего только нет. У Гонконга нет выдачи. Ну, то есть, вот как у нас было с Дону, с Дону выдачи нет. Вот так же из Гонконга выдачи нет. Они все политические беженцы. Китай у нас зачертело уже, бог знает как. Не говоря о том, что из Гонконга выводится огромное количество денег, потому что там офшор. И фактически ты можешь отслеживание наличных денег, они фактически можешь в банкомате снять чуть ли не до миллиона местных долларов. Это все абсолютно... Ты приехал, вот у тебя, значит, деньги. Причем очень хитроще пошла вещь, это биткоины, конечно. То есть, типа, ты такой хитрый, ловкий, удалой, купил биткоин, когда они были никакими, а сейчас ты вот, упс, случайно заработал. И приехал, купил самую дорогую недвижимость в мире, она находится в Гонконге. И вот это такая, да, может, там много населения, а короткий остров и искусственно извинченные цены, значит, на эту недвижимость. Вот, и ты купил дорогую себе квартирку, отмыл деньги. Вот, квартирку у меня тут есть, перекупил. Просто мне повезло. Поэтому там, это просто вот, это золотое дно для всех мошенников, наркоделецов, для преступников. Политически практически там очень мало. Потому что, собственно говоря, политическим причинам, особенно с Китая, в Гонконг бежать нечем просто уедут, да и приобретят свои убеждения где-нибудь. Китайские диаспоры по всему миру. А туда реально бегут, когда за тобой висит хвост. Причем такой, знаешь, хороший, нехилый хвост, который в другой же стране могут тебе, значит, тоже прижать. Вот тебе такая идеальная гавань для всех. Все началось с этого розового чемоданчика, потом, значит, за коем этим трупом этой девочки. И вот это, кстати, парень у него должен был выйти в октябре. Мне Гонконгская полиция сказала, что они смогли его. Говорят, почему вы не посадили за убийство этого парня, который убил свою девицу в Тайване? Он, может, говорит, признался. Говорит, а мы не можем посадить, нету дела, нету дела. То есть как бы преступление совершено на чужой территории. И его посадили за украденные кредитные карточки. В октябре этого года он должен был выйти на свободу. Я не знаю, вышел или нет, он думал, что вышел. Потому что его точно посадили до октября. То есть вообще совершенно убийцы на свободе. То есть из-за этого закона в экстрадиции, на самом деле, поскольку все выдачусь в 2017 году, вопрос бы уже поднят тогда о выдаче, сейчас мы считаем 2019-й. Подвернулось такое замечательное время. Это год просто-таки роковой для Китая. Это 30-летие годовщины Тянь-Мэнь, значит, события на площади Тянь-Мэнь. Это 70 лет, 1 октября, 70 лет годовщины, 70 лет создания Китая, Китайской Народной Республики. Для них это величайший праздник был, как ты понимаешь? Да, да, да. Только что они отметили. И плюс, что у них там еще какой-то... У них получилась какая-то... А, еще более того, не использовали еще момент. 30 лет Балтийского пути. Помнишь, у нас Балтийские пути люди за руки брались. Я там это все прекрасное повторение видела. 30-летие Балтийского пути, то есть демократия. Вот, конечно, как демократия, это я тебе отдельно расскажу, как они сейчас Балтийский путь используют. Там ты тоже Балтийский путь строят. Господи, что... Все клише, какие только можно собрать, все были собраны. Для Китая этот год очень уязвимый. Поэтому это был самый удачный год, чтобы начать раскручивать вот эту всю историю о том, что закон об экстрадиции нарушает права политических заключенных, которых в Гонконге нет, и, собственно говоря, и Китая не требует. Ну, чтобы тебе... Я полиция называла цифры, что даже из Тайваня за последние, по-моему, 2-3 года у них был обмен что-то 100 на 200 человек. То есть речь идет конкретно о крупных делах. Либо о крупных суммах, когда кто-то что украл, либо в убийствах. Ни одного, несмотря на закон об экстрадиции, ни одного политического преступника, если так говорить, да, диссидента, из Тайваня не было выдано. Поэтому все эти раскрутки про то, что нас сейчас отдадут всех в лапы Китая, это все... Вы все равно отдадут, никуда вы не денете, потому что вы часть Китая. Просто вот эта вся раскрутка, накрутка, она, собственно говоря, из ничего созданного, потому что, пример Тайваня, там мусор очень яркий, хотя это две разных страны, при этом они совершенно спокойно в этом вопросе, криминальном вопросе сотрудничают без проблем. Да, ну, понятно, ты уже сказала о том, что год был для Китая достаточно тяжелый, нет, праздничный, но и тяжелый, поэтому, естественно... Просто как удивительно все совпадает. Да, естественный вопрос, кто этим воспользовался. Действительно, когда там по полмиллиона людей выходят на улицы, начинаешь задумываться, а если бы все вышли, это бы сколько было? Так вот, сколько это продлится? Вот не менее интересный вопрос. Даша, ну, ты знаешь, вот действительно, когда ты рассказала, с чего все начиналось, и тут же я вспоминаю, ведь тот самый закон об экстрадиции, который, собственно, и вывел людей на улицы, вопрос о нем был снят, закрыт. Сказали, нет, мы этот закон не принимаем, то есть, казалось бы, должно было все утихнуть, а продолжаются волнения. И нарастают? И нарастают. Вот с чем молодежь выходит на эти протесты сейчас? Ну, понятно, что у них совершенно идиотские лозунги, начиная от того, что мы хотим... Против полицейского произвола. Ну, понятно, против полицейского насилия, которого не было, извините, там, это отдельный вопрос. Что такое нынешняя гонконгская молодежь, чтобы немножко понять? Когда Гонконг стал частью, стала автономия Китая, вошел в состав Китая, переставел быть в британской колонии, его ВВП составляло 20% от всего ВВП Китая. Сейчас его ВВП составляет всего 2%. Почему? Не потому, что там сильно Гонконг рухнул, а потому, что сильно поднялся Китай. Китай давно и прекрасно понимает, что Гонконг уже в качестве финансового центра, во-первых, они просто надоели. Потому что гонконгцы себе страшно много воображают. Они считают, что они величайший финансовый центр мира. На самом деле, прямо через... Можно доехать на метро и перейти границу, эту вот границу между автономией и Китаем. На метро можно доехать до города Шэньчжэнь. Город Шэньчжэнь – это один из крупнейших финансовых центров, который давно уже конкурент Гонконга. И Китай еще просто пока жалеет, и, что называется, дает возможность Гонконгу зарабатывать. Я уже не говорю о Шанхае, который тоже является огромным финансовым центром. Что произошло? Выросло целое потерянное поколение детей, которые сейчас сидят, вот эти студенты, и детей, которые сидят на этих улицах. Почему? Это дети, студенты, которым ничего не светит. Их воспитывали в прекрасных школах, давали им прекрасное, очень узкое образование, в котором все было направлено на финансы. Гонконг – это такая крохотная автономия-паразит. Это город-паразит. Он не производит ничего. У них нет ни единственной фабрики, ни горстки лиса, ни картошки. У них море, они не добывают рыбу. У них раньше был Великий порт. Этот порт сейчас ничего себе не представляет. Вот у нас заходят в основном китайские корабли. У них нет ничего. Это, скажем так, автономия-кровосос. Она живет за счет Китая. И никому Гонконг не интересен миру, если он не является финансовыми воротами в Китае. Потому что живет он только за счет этого. То есть это как бы та перекачка денег, которая идет через него. Но, естественно, поскольку уже выросли конкуренты, и Китай подготовил их, Китай еще дает им, что называется, подкормиться. Все, что они имеют от воды до электроэнергии, поступает из Китая. Достаточно перекрыть эту границу, и у них рухнет сразу и гонконгский доллар, их знаменитые биржи. Все это уйдет, вся их недвижимость дарующая никому не будет нужна. Они этого не понимают. Всех их воспитывали в детстве. Каждый ребенок воспитывался в том, типа родители Косми лягут за дорогую школу, что ты вырастешь и будешь директором банка. Они все мечтают, все, кого я спрашивала, я разговаривала с огромным количеством молодежной демонстрации, все мечтают работать в банке. Они другой или юристом банки, или юристом большой консалтинговой фирмы. Другой профессии они себе совершенно не представляют. То есть когда-то это было актуально, а сейчас это вообще не актуально. Ну нет такого количества мест директоров банка, понимаешь? И нет, более того, поменялось не только, не только рухнуло значение Гонконга по ВВП и по его влиянию, как офшора и всего прочего, на мировой рынок, не только потому, что выросли конкуренты. Проблема еще в том, что вся финансовая система, как и, впрочем, все практически рабочие места в мире, они переходят на многие, на виртуальную работу. Им не нужно столько людей в банках, нету больше теплых мест. Многие люди работают удаленно, дистанционно, и все это сокращается в огромных количествах. То есть оказалось поколение выросших бездельников, которые ничего не умеют делать. И куда им, скажи, идти? Все, они даже, мы здесь все не могут представить, что они пойдут, например, работать уборщиками, или готовить в ресторанах, и потом все эти, и очень любят говорить, что якобы приезжают материковые китайцы, вытесняют их, значит, мол, с их рабочих мест. Это все полная ерунда, потому что материковые китайцы это не нужно, они зарабатывают гораздо больше на других позициях. Вся эта низовая ниша, грязно-рабочая, что называется, черно-рабочие, когда строители, уборщики улиц, значит, официанты, это все домашнее рабочие, это все люди из Филиппины, Индонезии, из Индии. Поэтому там нет материковых китайцев, материковые китайцы там работают, но не работают, создавая фирмы, торгуют и так далее, и так далее, и так далее. Там совершенно другие дарности. Поэтому у них нет и не будет рабочих мест. И никто их не возьмет в таком количестве, а их выросло так огромное количество молодежи, их просто некуда девать. Их вырастили вот в этом самом сознании, что мы аристократы с блестящим английским, достаточно знать английский, и ты закончил хорошую, дорогую школу, в которой тебя все воспитывали, говорили, все в той приводке говорят, что ты уникальный, потому что ты демократ, и вообще у тебя все впереди, и вот теперь они отчасти начинают понимать, что они никто, звать их никак, и все закончится очень плохо. Ну, а поехать куда-то, может быть, поработать, нет? Это не вариант? Ну, во-первых, это не всякий человек на это способен. Это одно. Второе. Я спрашивала всех их, вы говорили, у вас метро доезжает до Шанчжини. Да, да. Вы когда-нибудь были в Китае? Все до одного, кого я спрашиваю, сказали, что никогда не были в Китае, очень боятся туда ехать, потому что там очень страшно, и вообще Китай это коммунистическая страна, поэтому мы туда не поедем. Лена, перед ними лежит страна таких возможностей, растущая Китай, они там ни разу не были. Это, по-своему, такой, знаешь, глубокий провинциализм. Вот я сижу на своем месте, и дайте мне обязательно место как минимум заместителя какой-нибудь большой крупной компании, юриста какого-нибудь, или банкира. Почему? Я же вырос, меня на это учили. Куда их теперь девать? Более того, недвижимость самая дорогая в мире. Вот ты живешь с мамой и папой, работать ты не хочешь, на плохое место ты не пойдешь. Ты хочешь только очень большую зарплату, а маленькую ты не согласен. Ты хочешь только быть в очень крутом месте. И вот ты живешь с мамой и папой, тебе даже некуда пойти, девушку некуда привезти. Тебе нет квартиры, ты куда ее в однокомнатную квартиру с мамой и папой приведешь? И жениться ты не можешь. Значит, у тебя остается очень прикольно где быть, тусить на улице с друзьями. Тебе больше, что вся революция началась ровно сначала в школьных и студенческих каникулах. Слушай, ну ты знаешь, но мне кажется, что... Это поддельное поколение. В любом случае, организовать людей, вывести их на улице, для этого должен быть мост-координационный центр. Естественно. Ну хотя бы сыграть на этом, да? Что-то организованное. Просто я хочу, что немножко дополнить по поводу этого поколения. Отчасти Китай не то, что совершил ошибку, а пытался вести себя очень честно. То есть в том отношении, что одна страна, две системы, мы типа не вмешиваемся ни в какие ваши дела, пока, значит, все официально уже все наши законы не будут действовать на вашей территории. И вот тут они совершили ошибку в чем? И они сами это признают. Что надо было людей, всю эту молодежь, делать лагеря по обмену, привозить их в Китай, показывать им огромные города, показывать им то, что сейчас представляется современная Китай, обмениваться студентами и просто показать им, что это не страшное, а нечто коммунистическое, коммунистический ужас из прошлого, а совершенно другая страна. Вот Китай как бы считал, что это как бы неделикатно, мне что-то такие дела. На самом деле, это просто было бы воспитание. Сейчас что с этим делать? У меня был такой очень грустный разговор с одним китайским бизнесменом, который работает, кстати, из Шенчжени, которые ездят работать. Это все очень близко. И он мне сказал простую вещь, он говорит, они уедут. Я говорю, как уедут? Два миллиона человек уедет, рано или поздно. Я говорю, почему два миллиона? Я говорю, ну потому что вот это, я считаю, полумиллиона на улицах. Это не каждый день одни и те же полумиллиона, правильно? Много молодежи. Считаем, пусть их будет миллион. У этих миллиона родятся дети. И всем они будут рассказывать про свою героическую чудесную музыку, когда они сражались с тоталитарным, значит, Китаем. И поэтому все это закончится очень скверно, потому что вот когда все это произойдет, им все равно не у них кто будет деваться, потому что они не готовы, не готовы быть гибкими, они не готовы искать другие места работы. Они все еще считают, что они пуп земли, что им все должны. Это абсолютно паразитическое поколение. И оно закончится очень плохо. Вот, к сожалению, ему придется уехать, если кто-то захочет из них выживать, а не сидеть в этой комнате с мамой и папой, до конца соединения у них на шее, придется уезжать искать работу в мире. Может, они к чему-то другому не приспособны. Ну, подожди, Даша, опять же, возвращаясь к тем протестам, о которых мы говорили, как бы, ну, вот, отправной точке. Но ведь смотри, каждая победа, даже вот пусть такая, да, номинальная, она добавляет уверенности, что мое дело правое, и в любом случае уступки пойдут. Вот смотри, ведь отменили же возможное введение... Закона об острадиции. Отменили, причем сделано это было там чуть ли не с покаянием, ах, извините, пожалуйста. Да, конечно. Ты понимаешь, победа, а это значит, можно идти дальше. То есть вот правильный... А дальше идти некуда. То есть, да, давайте сменим правительство. Ну, ты сменишь правительство, придут все равно те же люди. Давайте, то есть, я вам объясняю простую вещь. Вы все равно идете в никуда, потому что вы закончите все равно в 47-м году. Это через 28 лет. Вам все равно придется меняться. И что вы будете делать? Вы не понимаете, что вы паразиты. Мы крутой финансовый центр. Они даже не понимают, что с ними сейчас происходит. Что сейчас, что 80% их туристов, это китайцы, Лена. Для меня это было шоком. Они живут и жили за счет китайцев. Все их шикарные магазины, которые там открыты, это все открыто для китайцев из Китая. Все эти магазины разбиты, они все закрыты, потому что нет больше туристов. Я жила в огромном 30-ти петляжей отель. Я там был единственным белым человеком. Остальные все были китайцы. То есть это еще был период, это был разгар протестов, но уже они уходили, уже гостиницы обесценивались. Сейчас ситуация такая, что китайцы после всего, когда их ненавидят и бьют на улицах, и просто бьют, когда они по мандаринскому языку понимают, что человек не из Гонконга. А кто поет после этого в Гонконг за туризмом, за роскошью и всем прочим. Кому он нафиг нужен после этого? Конечно, везде абсолютно все разное. Да, какие-то, может быть, особые там штрихи, они отличаются, национальные, но как-то вот сценарий очень похожий. Гонконг в этом смысле не исключение? Нет никаких национальных черт. Я уже упоминала, например, тот же Балтийский путь. То есть используются абсолютно все клише цветных революций. В путь от того, когда я там была, это, кстати, я там была не несколько месяцев назад, я считаю, я была в сентябре, в конце августа, в начале сентября, и там выстрелилось в 30-летие Балтийского пути, даже это не забыли. И, значит, полумиллиона человек выстрелили, взявшись за руки, вот эти дети, значит, все. А в Гонконге нет запрета приходить на демонстрацию, хоть в памперсах ползи, поэтому там все стояли, значит, в эти вот взявшись за руки. И, значит, вся эта дружная компания на всех станциях метро в один момент они, значит, и они держали плакатики. Лена, страшное умиление. Я прошла на плакатик, везде его написано. Спасибо, дорогая Польша. Спасибо, дорогая Украина. Спасибо, дорогая Эстония. Спасибо, дорогая Литва. Дорогая Латвия. Значит, дорогая Австралия. Дорогие США. Дорогая Великобритания. Ну, дорогая Украина меня, конечно, добило. То есть, всех, кого можно. Я спрашивала, спрашивала, я говорю, а за что вы благодарите? Причем, все это каждый плакат был написан на языке той страны. Я только угадала, что это Эстония и Литва и Польша, то я просто смогла прочитать с Украины. А вот остальное там, я вижу, что-то такое очень горячо знакомое. Я говорю, что за страна-то, они говорят. А вот благодарим Эстонию. Я говорю, а где это, спрашиваю я. Тут напряг, потому что где Эстония, они не очень хорошо, конечно, знают. Типа, что такое Эстония тоже не знают. Я говорю, а где такая страна-то? Они говорят, ну, где-то в Европе. Я говорю, о, молодцы, угадали. А я говорю, а за что благодарите-то? За то, что все наши друзья по всему миру, значит, собирают нам пожертвования, присылают нам учителей, как нам бороться против диктатуры Китая, значит, и так далее. Как нам стать свободными, они учат нас. Вот этот Балтийский путь, это повторение, значит, Балтийского пути, который был 30 лет назад в этих замечательных странах, которые не знают, где находятся. И поэтому мы очень благодарим их вот отдельно, там еще Польша, Украина, ну, это самый популярный парк плакатов. Уж не знаю, как Украина, где собрала денег Украина, но, по-видимому, собрала что-то. Я не знаю, или послала просто учителей, бойцов и так далее. Вот это, то есть все клише, какие только можно, то есть все-все начинается, как говорится, с очень мирных, чудесных поводов. Давайте выйдем там, не знаю, за экологию или за демократию, или за то, чтобы у нас в районе было там, не знаю, чистое, или мусор бы вывозили, еще что-то и так далее. Все заканчивается всегда, даже если все будет сделано, все заканчивается всегда. Да, чем оно и закончилось в Гонконге, большими демонстрациями, с флагами, значит, американскими флагами, требованием США вмешаться и защитить несчастный Гонконг от злого Китая. Требование прямо к американцам. Они пришли к американскому посольству, они вышли с миллионными этими флагами Америки, что Америка нас спаси. Здесь огромную роль сыграло, естественно, что все есть. Гонконг, может, Гонконг даже нельзя назвать пятой колонной. Это все пятая колонна, понимаешь? Главным образом в нем мешался с местной стороны это миллиардер Джимми Лай, который содержит практически все... Он владелец крупнейших газетами, интернет-сайтов, ресурсов и так далее. Он контролирует очень много именно медиаресурсов в Гонконге. И он очень успешно съездил в июле в США, где встретился с Помпео, встретился с Майклом Пенсом, вице-президентом США, где они все дружно обсудили, как же нам сделать демократию в Гонконге. Демократию в Гонконге сколько угодно. Но теперь они добились своего. И вот буквально несколько недель, полторы или две назад США приняли биль о демократии и правах Гонконге, о защите и начать демократии в Гонконге. И значит теперь это будут опять же санкции, не забываем, что сейчас идет торговая война США и Китая. То есть, собственно говоря, людям взрослым всем понятно, что это активная часть большой войны с Китаем. Гонконг является уязвимой точкой Китая, поскольку там выросло вот это вот безумное поколение. И мне очень забавляет, когда люди... Их совершенно не забавляет никакого в Гонконге. Я разговаривала с директором интернациональной школы международной. Он среди детьми имеет дело. Он сказал, что естественно, что через интернет идут все эти безумные призывы, сделаем. Все очень хорошо организовано. Все абсолютно до мелочей. Вот понимаешь, все мне говорят, что эти дети с самым высоким IQ. Это правда, у них высокий IQ. А куда его давать этот IQ? Они не способны, у них нет, что называется, периферийного мышления. Вот ему скажешь математику, он ее выучит, очень хорошо выучит. Но он не способен, например, у русских у нас гораздо шире взгляд на мир. Мы способны видеть, потому что по-другому воспитывать. У нас нет узкого воспитания. У нас идет и музыка, и балет, и пошел в теннис заниматься. У нас она такая... Но это все-таки, Даш, нам же пытались внедрить вот именно такое узкопрофильное образование, когда вот ты выбираешь, ты гуманитарий, или, допустим, ты такой-то, или ты сикой-то. Ты сикой, и иди прям вот... Да, но у нас... У нас не прижилось все равно. Музыка, танцы, хоккей. Да, у них это все было настроено. Вот с этим, что с этим IQ делать, совершенно непонятно, потому что дети еще избалованы, так называют революцию испорченцы. Дети крайне избалованы. В Азии вообще не принято воспитывать детей. Там до 5 лет вообще считается, что шлепнуть ребенка, или поставить его в угол, или сказать, что так делать нельзя, не принято. Это считается, что делай, что хочешь, хоть на голове ходи. Везде, где-то появляются дети, сидеть в Гонконге невозможно. То есть, это страшный ордит, лезут на столы в ресторанах, швырят с другой едой, и родители миллион улыбаются, ну и в гостей попадают. Я однажды так просто, да, однажды вмешалась, очень испугала весь ресторан, да. Ну, потому что не попало какой-то, не знаю, кусочком риса, пока они швырялись, сидя на столе. Совершенно неприятное зрелище. Это другой вопрос. Дети очень страшно избалованы, да. Детей нельзя бить, людей нужно беречь, это наше сокровище. Нельзя говорить нельзя, нельзя говорить стоп и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот такое поколение выросло. Значит, вопрос в том, кто в это вмешал. Это сейчас крайне, как я тебе сказала, удачный год вмешаться, потому что 30 лет Тянь-Аймэня и 70 лет Китайской Народной Республики. Значит, теперь уже понятно, что если люди вышли, что если в США приняли биль о якобы неплохой демократии в Гонконге, как надо защищать демократию в Гонконге, это прямое вмешательство во внутренние дела Китая. Собственно говоря, тут даже никого сомнений нет. Это автономия Китая, что бы вы там себе не придумывали. Все было организовано прекрасно. Я разговаривала с полицией, они откровенно дали интервью, может, а полиция там просто зайчики, Лена. Какое там, это, мне даже их жалко всех этих людей. Они сейчас уже звереют, кажется, постепенно, может, у них уже просто нет сил. Вот идет толпа. Почему она идет? Они все в масках. Сейчас пытаются принять закон о масках. Сейчас теперь новая борьба, закон о масках. Что такое? Идет, во всей стране стоят видеокамеры. Идет полумиллионная толпа, которая крушит все. Они крушат столбы фонарные, потому что на них есть умная система отслеживания, ну, как дорожные транспортные происшествия, что происходит на улице. Это все крушится. Они взяли штурмом, сначала взяли огромный шоппинг-мол, где разбили все и там держали. Они трое суток держали международный аэропорт. Пять тысяч человек. Когда я с ними разговаривала об этом, более того, они, значит, держали пассажира в заложниках. Они обыскивали все вещи и брали все, что им понравится из этих чемоданов. Это вот такие чудесные. Это анархия. Там творился такой бандитизм. Так вот, чтобы освободить крупнейшие, один из крупнейших аэропортов мира, Гонконг, полиция ждала три дня, пока суд им разрешит вмешаться. По гонконгской конституции это так. Они не могли даже прийти и навести там порядок. Три дня страна была в заложниках. У банды, никакой банды, огромной толпы подростков, что такое пять тысяч человек, которые бесчинствуют в аэропорту. Никто ничего не мог сделать. Потому что есть гонконгская конституция, и нужно получить разрешение у суда, чтобы вмешаться. Более того, как арестовали всех этих людей, которые берут заложников, которые крушат магазины, которые швыряются в булыжниках, которые сбивают людей, которые им не нравятся, нападают на них. Невозможно, они все в масках. Они приходят в суд, полиция. Они говорят, так у них же маски. Как мы их опознаем? Как можешь опознать полумленного человека, который в масках? Ты можешь делать все, что ты хочешь. Кошмар. И это делает полицию совершенно беспомощной в этой ситуации. Сейчас они уже просто, поскольку, а, дальше пошло в интернете, что нужно избивать и унижать, и переследовать детей полицейских. Батюшки. Да. Что-то мне это напоминает. Да. Серьезно? Я видела прекрасные картинки в интернете, где детям в школе распространяются такие комиксы, что мы с Мэри не играем. Кстати, у всех гонконгцев есть свое английское имя. И поэтому, когда с ним такое, что все означали, что это английское имя, а не китайское. Это очень круто. Ты очень крутой, ты европеец. И вот, что дети не должны играть с Мэри, потому что у нее папа полицейский. Нарисован комикс. А полицейский, он совершает преступления. Поэтому Мэри, бойскаут Мэри, должна выйти из нашего кружка. Никто с ней не должен играть. Они сокрушили несколько общежитий семей полицейских. Полицейские-то ходят с открытыми лицами. Они фотографируют их значки и так далее. Ищут этих людей. То есть, представляете, это настоящий террор против полиции. Слушай, Даша, это просто, ты знаешь, я не знаю, но нужно быть, наверное, действительно, еще раз повторю эту мысль, слепым человеком, чтобы не увидеть параллели между событиями московскими, вот эти московские протесты. Да. За так называемые честные выборы. И вот допуск кандидатам. А сейчас, да, против полицейского производства. Ты понимаешь, ну, один в один, ты вспомни, это громкое дело, когда блогер обвинили в том, да, и совершенно правомерно, что он призывал, извините меня, убивать детей полицейских, наших российских полицейских и так далее. То есть, ты знаешь, они, видимо, я не знаю, у них... Это все одинаковые? Они, что ли, одни и те же? Естественно, это одни и те же брошюры. Боже мой. Ну, вернемся к Гонконгу дальше так. Ну, продолжай разговор о полиции, которая нашла очень такую интересную. Во-первых, я тебе как человек, наблюдающийся со стороны. Вот я подхожу, сидит, они же еще все такие, еще и организованные, это уже все-таки чисто такая азиатская черта, да? Вот я как все. Вот они сидят и слушают там, речь что делать. Рядом стоит несколько киосков, в них бесплатно стоит вода, еда, энергетические напитки в огромных количествах, то есть ты можешь их взять. Все это бесплатно. А это уже привет Майдану? Привет Майдану. Знаменитые маски, вот эта маска, она стоит 10 гонконгских долларов, а они все раздаются бесплатно, и люди их бесплатно берут, пацаны. Вот эта черная маска, она очень мощная, она закрывает полностью лицо человека, и фактически на 90% защищает его вот именно от светочивого газа, там и так далее. Глаза, глаза, они надевают очки, специальные очки. То есть, вы знаешь, такие фантомасы, вот такая банда фантомасов. Ни один человек не дал мне интервью, сняв маску. Ни один из них не захотел снимать маску. Все давали интервью только в масках. Копробуемо всей этой халявы, которая там расположена, хочешь, бери сколько хочешь. Полицейские обнаружили масло марихуаны. Вначале они не поняли, несколько банок этого масла марихуаны. Это не то, все говорят, что марихуаны должны быть нечто легкое, правда, покурить. Есть конопляное масло, не путать с конопляным маслом, которым можно готовить. Есть конопляное масло. Это масло с крайне высокой концентрацией содержания, которые делаются по особому способу. Они были найдены на этих квартирах, которых взяли людей, значит, в Гонконге, которые организаторов, несколько человек. Вначале они не поняли полицейские. Мы честно говорили, мы не поняли, для чего это масло. Концентрация высокая, очень серьезный наркотик, то есть очень высокая концентрация содержания наркотических веществ. То есть такой вариант гашиши только в масле. И рядом маски, огромное количество масок. Тут оно и дошло, что эти маски пропитывают этим маслом и раздают детям на улице. У человека возникает полная эйфория в течение 8 часов. У этого масла действия только 8 часов. То есть он не чувствует боли, он чувствует прилив радости, энергии, он не спит, у него эйфория, он герой, понимаешь? И я помню, когда я все время делала статью о профессиональных революционерах, они сказали замечательную вещь. Обязательно сделайте революцию модой. Научите детей, что лучше быть избитым полицейским и быть героем, чем пойти просто тупо подраться на улице. И вот это сейчас, ну, просто это очень круто, это модно. Ты должен быть в черной маске, ты должен целоваться с девочкой, через черную маску, они все целуются через маски. Ты должен пойти демонстрацию, разгромить, напасть на злых полицейских, отдубасить их, и ты безнаказанен, потому что у тебя маска на лице, и ты же ребенок. Они так говорили, мы же дети, когда я услышала, мне стало очень смешно. Я начала так непрещенно смеяться, что они не поняли, о чем я говорю. Больше никогда не забудут, как они мне просто душно говорили, что я говорю, почему все ходят в черном? Это довольно странно и агрессивно выглядит, почему все в черном? Сказали, мы все находимся в трауре под жертвами революции. Тут я несколько опешила, говорю, а жертвы-то, какие жертвы, перворасшившие о жертвах, кого убили-то? Оказалось, что один придурок полез сюда вешать плакат на огромный бетонный мост и рухнул на бетон. Естественно, что от него ничего не осталось, а двое торжественно спернулись с небоскреба в знак протеста против полиции. Справа, я говорю, спрашиваю, а при чем тут полиция? Если у людей мозги поехали, они говорят, эта полиция довела их до отчаяния, поэтому мы все в трауре по жертвам полицейского произвола. Лена, кому-то очень нужно, чтобы наконец кто-то погиб, им нужны жертвы, им нужны тела. Я говорила с полицейскими в Гонконге, что, ребята, вы можете очень сильно попасть, можете попасть точно так же, как и на Майдане. Здесь очень узкие улицы, здесь прекрасное пространство между небоскребами для любого снайпера. Достаточно положить пару-тройку детей, и на этом дальше будет Гонконга не будет. Даш, скажи, пожалуйста, да, понятно, хорошо, из этого тупика есть выход, вот, по твоему мнению? Остановиться они уже не смогут, чего хотят, непонятно. Я тебе говорю, что это реально потерянное поколение, которому дальше выхода нет. Китай, естественно, медлит, он не хочет, все мечтают, чтобы Китай ввел армию вот тогда, можно бы сказать, очередная площадь Тяньань-Мэнь, которая, значит, там это общительный вопрос, площадь Тяньань-Мэнь, как раскрутили эту историю, и в какую сторону она пошла. То есть, все просто жаждают, что Китай ведет армию. Я не знаю, что будет делать Китай. У Китая крайне сложная ситуация, потому что полиция не справляется с таким. Да, они уже стали принимать сейчас водометы, они стали, может, невозможно эту толпу убрать. Да нет такого количества полицейских. В общем, там стоит китайская армия, там есть гарнизоны, но они сидят у себя пока тихонько, они не выходят на улицу, не вмешиваются, ни в какие протесты, ни в какие гонконгские дела. Пока это все законсервировано. Быстрее, что вот они стоят, вот пока полиция еще отправляет с помощью водометов. Что будет дальше, совершенно непонятно. Начинает полностью разрушаться экономика. Более того, по последним данным, все крупные фирмы сейчас стараются с Гонконгой перебраться в Сингапур. Сингапур, говорит, welcome, но Сингапур, эх, это те же китайцы, это отнюдь вам, не демократический Гонконг, который в кавычках демократический, может, там уже просто разгильдяйся, скажем так. Там безнаказанность. Делай, что хочешь, потому что ты вот родился в Гонконге. Сингапур, страна крайне жесткая, из крайне жесткой системы. При этом она очень доброжелательна к бизнесу, к инвестициям, ко всему. И все фирмы стали уже подумывать, что пора вообще паковать вещи и мотать в Сингапур. Но даже если они мотают в Сингапур, весь интерес для них в чем был, что можно работать с Китаем, будучи в Китае, в китайской автономии Гонконг. И Сингапуру придется все равно, через Сингапур им придется работать с кем? С Китаем. С Китаем, с тем же Шенчженем и с тем же Шанхаем. Поэтому, честно говоря, Гонконг просто сам, вот они сами рубят себе под собой эти ветки, на которых они сидят. И масса взрослых людей в ярости, масса белых людей в ярости, которые приехали туда и сделали бизнес, у них рушится бизнес. Да, да. Так если, извините меня, туристы не прилетают, потому что боятся, аэропорт захватывают, магазины просто, разносят, грабят и прочее. Нет, ну у них вообще это чудно, когда я спрашиваю, говорю, скажите, вот вы все такие милые у нас, мы же, ну вот да, с аэропортом мы погорячились, там такое может быть не надо было. Говорю, а метро вы по утрам, когда в 6 утра держите, не даете людям, которые в отличие с вас работают, и вы держите метро двери и не даете им уезжать. Вот акция. Они перекрывают полностью метро. Мне последнее видео, они еще полностью стали его громить. Они там сносят все, 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 они там все агрессивнее, агрессивнее. Такого не было, сейчас еще хуже. Я спрашиваю, вы метро, я представляю, они говорят, ну мы же все извиняемся перед ними. Что вы сделали в своей жизни, чтобы крушить сейчас весь Гонконг? Вот это была, ответом была тишина. Ну это все несколько человек, с которыми я же не говорю, дайте мне микрофон в руки, я вам буду делать Гонконг-ереволюцию. Революцию. Вот, пошлите Дарью Сламовой, она остановит революцию в Гонконге, так и хотелось сказать, или сделает наоборот правильную революцию. Спецкорг комсомольской правды Дарья Сламова сегодня рассказала о своей поездке в Гонконг, где продолжают развиваться весьма неприятные для Китая события. Продолжение следует...